Сегодня президент Республики Узбекистан Шавкат Мельзиёев провел совещание по приоритетным задачам машиностроительной отрасли. Репортаж программы. Как и во всех отраслях промышленности, трансформационные процессы активно осуществляются и в автомобилестроении. За последние 4 года производство автомобиля увеличилось в 1,8 раза, а отраслевой экспорт в 2,7 раза. Созданы новые предприятия с участием иностранных компаний. Налажено производство 2600 видов комплектующих. АО «УЗА Автомоторс», получив кредитный рейтинг «Стабильный» от международных агентств «Фич Рейтингс» и «Стендарт Энпурс», разместило на мировом финансовом рынке евробонды на 300 миллионов долларов. Однако отрасль по-прежнему не в состоянии удовлетворить потребительский спрос. В связи с этим в стратегии развития на следующие 5 лет поставлена цель увеличить производство в автомобильной отрасли в 1,4 раза за счет дальнейшего развития кооперации. Ее экспорт в 2 раза, а также повысить уровень локализации. На совещании в критическом духе обсуждена предстоящая в нынешнем году работа по достижению этих целей. Главгосударство отметил, что первоочередное внимание должно быть уделено обеспечению потребностей населения. Дано указание полностью ликвидировать к 1 мая очереди при покупке автомобилей, установить открытую и лишенную воздействия человеческого фактора систему, полностью искоренить искусственные очереди и коррупционные явления. Поставлена также задача снизить размер предоплаты при заказе автомобиля до 50% с нынешних 85%. Для удовлетворения внутреннего спроса необходимо произвести 160 тысяч автомобилей в первом полугодии и 275 тысяч к концу года, отмечалось на совещании. Чтобы увеличить предложения на рынке и расширить выбор потребителей, поставлена задача снизить ставки таможенных пошлин на возимые автомобили в 2 раза. В этом году запланировано 23 проекта по освоению выпуска 600 видов комплектующих. В результате уровень локализации вырастет с 48 до 56%. Также будет запущено производство двух моделей автомобилей и новых двигателей за счет инвестиций на 336 миллионов долларов. Теперь, отметил президент, мы будем развивать машиностроительную отрасль в форме промышленного кластера. У нас для этого достаточно возможностей и потенциала. В первую очередь, по мнению руководителя страны, необходимо создать полную цепочку. Инжиниринг, комплектующие, готовая продукция, торговля и сервис. В течение двух месяцев поручено внести программу по организации этого кластера. Будут созданы условия для привлечения в него иностранных инвесторов и частного сектора.